В эфире новости на Аризон ТВ в студии Олеся Коряк. Здравствуйте. Прямо сейчас расскажем об основных событиях дня к этому часу. Молдова принимает сегодня памят европейского политического сообщества. Около 50 глав государств и правительств, а также высокопоставленные европейские представители прибыли в нашу страну, чтобы обсудить вопросы мира, безопасности, энергетики и взаимодействия. В этой связи предприняты особые меры безопасности. Так, Североатлантический альянс объявил, что самолеты наблюдения НАТО охраняют воздушное пространство нашей страны. В то же время сотрудников правоохранительных органов можно увидеть повсюду в Кишиневе, а также в Бульбаке, где проходят мероприятия. Возле замка Амими были даже замечены снайперы. Работа саммита Европейского политического сообщества началась в 10 утра с приветствия участников, прибывших в замок Амими в коммуне Бульбака. Первым на мероприятие приехал президент Украины Владимир Зеленский. Позже в замок Амими прибыли глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европарламента Роберто Миццоло, президенты Румынии и Греции, а также другие высокопоставленные европейские представители. Министр иностранных дел Нику Папеску сообщил прессе, что были приглашены 50 делегаций. Однако по различным причинам две из них не смогли принять участие в форуме. Папеску уточнил, что речь идет о представителях Сан-Марина и Турции. Темы, запланированные к обсуждению в рамках саммита, сосредоточены на вопросах безопасности, энергетики и взаимодействия. Во второй части форума состоятся двусторонние встречи. Сообщается также, что в пять часов вечера президент Майя Санду вместе с европейскими лидерами проведет пресс-конференцию. В связи с проводимыми мероприятиями приняты особые меры безопасности. Североатлантический альянс объявил, что самолеты наблюдения НАТО охраняют воздушное пространство Молдовы с 31 мая по 2 июня. Самолеты НАТО «Авакс» могут обнаруживать самолеты, ракеты и беспилотные летательные аппараты на расстоянии сотен километров, обеспечивая возможность раннего предупреждения, отметила пресс-секретарь НАТО Уанна Лунджеску. Молдова является близким и надежным партнером НАТО, говорится в ее сообщении, опубликованном на странице Бюро по связям НАТО в Республике Молдова. Помимо этого, высокий уровень безопасности саммита Европейского политического сообщества обеспечивает молдавская полиция. На опубликованных изображениях видно, что сотрудники правоохранительных органов вооружены и хорошо экипированы. На территорию замка МИМИ допускаются только аккредитованные лица после прохождения тщательной проверки. В то же время возле замка журналисты заметили даже снайперов. Улицы столицы также заполнены полицейскими. Власти заявили, что безопасность мероприятия обеспечивают соответствующие структуры Республики Молдова при поддержке коллег из других стран. Меры безопасности вводятся постепенно и имеют повышенный уровень гибкости, чтобы свести к минимуму неудобства для граждан. Движение общественного транспорта в столице, а также пригородах, организовано в особом режиме вплоть до 2 июня, а воздушное пространство страны закрыто. Следует отметить, что наш телеканал вынужден заимствовать видеокадры у коллег из других СМИ, поскольку наша телекомпания не была аккредитована на мероприятие. Министр иностранных дел заявил в этой связи, что мест не хватает, а журналистов слишком много. Команда Аризон ТВ считает отказ в аккредитации на саммит европейского политического сообщества дискриминационным решением, нарушающим одно из основных положений кодекса об аудиовизуальных медиауслугах, а именно о доступе на важные мероприятия и ограничивающим свободу осуществления профессиональной журналистской деятельности. Более того, мы считаем это решение продолжением политики, проводимой нынешней властью в отношении оппозиционных и неудобных телеканалов. Саммит европейского политического сообщества, который проходит в Республике Молдова, является вторым по счету. Первый состоялся в 2022 году в столице Чешской республики Праге. Мероприятие проходит в замке Мими в коммуне Бульбуака Новоаненского района, примерно в 35 километрах от Кишинева. Саммит европейского политического сообщества как возможность продвижения молдавского гастрономического наследия. В правительстве обнародовали меню для участников форума. Мамалыга, голубцы, мороженое из вина, колесо удачи и колонны бесконечности. Какие еще блюда предложат гостям, смотрите в следующем сюжете. Над составлением меню в замке Мими начали работать задолго до саммита. За это время были проведены несколько дегустаций с участием лучших кулинарных критиков. В разработке блюд участвовали и повара из Румынии. Меню было разработано месяц-полтора назад. Проводили дегустации, что-то меняли, добавляли в зависимости от предпочтений каждого участника. В качестве ингредиентов используются только отечественные продукты. В правительстве рассматривают проведение саммита в том числе как возможность популяризации молдавского гастрономического наследия. Блюда будут приготовлены исключительно из отечественных продуктов, чтобы подчеркнуть аутентичности качества ингредиентов. Молдова гордится своими агропродовольственными продуктами. Участникам саммита подадут традиционные молдавские блюда и, разумеется, вино. В меню мамалыга с брынзой и трюфелем, а также токана, голубцы под копченой сметаной и винной глазурью, плацинды и многое другое. Среди вегетарианских блюд можно отметить рагу из баклажанов и помидоров с чесночно-винной заправкой под названием «Колесо удачи» и колонну бесконечности из моркови и сельдерея – блюдо, названное в честь шедевра мирового абстракционизма. На десерт гостям предложат бабы-неагре с винным мороженым и желе из виноградного сока. Партнерскую миссию Евросоюза открыл вчера в Кишиневе верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, прибывший на саммит Европейского политического сообщества. В мероприятии приняли участие министры внутренних дел и иностранных дел Молдовы, а также другие официальные лица. По их словам, этим шагом Европейский союз способствует укреплению устойчивости и безопасности Республики Молдова. По словам главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, партнерская миссия в Молдове станет 12-й в мире, но она будет важной, потому что здесь предстоит справиться с некоторыми проблемами. Я здесь, чтобы четко заявить, Молдова не одинока. Вы наш стратегический партнер, будущий член Евросоюза. Боррель также отметил, что основными направлениями деятельности партнерской миссии будут менеджмент кризисов в сфере безопасности, кибербезопасность, противодействие гибридной войне и манипулированию в СМИ, а также укрепление устойчивости Республики Молдова. Представители нашей страны подтвердили важность этой европейской структуры. Это очень важный шаг для консолидации наших способностей и укрепления нашего государства, нашей устойчивости, которая, очевидно, позволит нам и впредь обеспечивать стабильность, мир, спокойствие и европейскую суть нашей страны. Мы точно знаем, что мы не одиноки. Мы пользуемся поддержкой наших европейских партнеров. Я убеждена, что благодаря новой парадигме безопасности, а также тому, что мы вместе, их шантаж, угрозы, провокации канут в лету, а Молдова и Евросоюз продемонстрируют свои совместные способности в укреплении и обеспечении безопасности на востоке европейского континента. Напомним, партнерская миссия в Молдове была утверждена министрами иностранных дел Евросоюза 24 апреля на двухлетний срок. Об этом просил премьер-министр нашей страны в январе для укрепления кибербезопасности, борьбы с дезинформацией и внешним манипулированием. В Кишиневе запущена платформа по защите прав независимых журналистов «Стоп Медиабан». Члены группы учредителей, в числе которых журналисты шесты телеканалов, чьи лицензии на вещание были приостановлены в прошлом году, утверждают, что данная платформа является альтернативной уже имеющимся к настоящему времени аналогам. В ходе проведенной по этому поводу пресс-конференции был представлен анализ ситуации в молдавских СМИ и проблем, с которыми сталкиваются молдавские журналисты, вне зависимости от их политических взглядов. Подробнее в нашем сюжете. Обращаясь к независимым журналистам из Молдовы и из-за рубежа, инициаторы «Стоп Медиабан» заявили, что это открытая площадка для абсолютно всех, кто желает обсуждать, продвигать и защищать свои фундаментальные права, в том числе свободу слова. Это международная платформа. Вместе с коллегами мы решили выступить с призывной инициативой, адресованной всем журналистам Республики Молдова и других стран, стать частью платформы, чтобы вести дискуссии и продвигать свободу слова, а также защищать права журналистов во всем мире. Инициаторы проекта рассказали о причинах, которые объединили их и побудили создать общую платформу. На протяжении всего минувшего года, буквально с прошлого лета, мы наблюдаем планомерное ограничение свободы слова и выражения мнений, которые происходят в нашей стране. Свобод, которые, обращу внимание, гарантированы Конституцией страны и Кодексом об аудиовизуальных медиауслугах. И все это делается под лозунгом борьбы с пропагандой и дезинформацией. С дезинформацией нужно бороться. Это преступление, как и ложь. Но молдавские власти понимают дезинформацию очень специфически. Журналистов, как и жителей страны, поделили на правильных и неправильных, на своих и чужих. Дезинформация в контексте войны в соседней стране – серьезная проблема. Но цензуру критикуют даже европейские структуры, заявил известный политолог Корнелий Учурь, а также присутствовавший на открытии платформы. Власти нашей страны пытаются воспользоваться этими ситуациями. Они пытались мистифицировать, подменить понятие пропаганды войны, поставить знак равенства между пропагандой войны и тем, что делают телеканалы, которые зачастую говорят неприятные для действующей власти вещи. В этой связи журналисты представили конкретные примеры того, как им отказывали в комментариях и ответах на вопросы представителей власти, и как они же не соглашаются участвовать в ток-шоу неугодных телеканалов. Также участники мероприятия говорили и о подказе в аккредитации наших журналистов для участия в саммите Европейского сообщества 1 июня. Сегодня в Республике Молдова быть журналистом очень и очень непросто. Не провластным, конечно, журналистом, тем, конечно, попроще. Последний пример уже было отмечено – это отказ в аккредитации на саммит. Нам отказали в доступе к информации. Нам отказали в праве в доступе к источникам. Мне кажется, настало время объединять свои усилия и понимать, что один в поле не воин, а если мы вместе, то всем рты не закроют. Пресс-секретарь парламентской фракции ПДС Адриана Влас отказалась комментировать заявления журналистов. Представители администрации президента и правительства пока не ответили ни на наши звонки, ни на электронное письмо с просьбой о реакции. Что касается заявлений журналистов о том, что они не были аккредитованы на саммит Европейского политического сообщества 1 июня, хотя все необходимые для этого требования были выполнены, до сих пор не было получено официального ответа на наши запросы, направленные властям. Отвечая на этот вопрос, на пресс-конференции, состоявшейся 30 мая, министр иностранных дел Нику Папеску не дал конкретного ответа относительно нашего телеканала, но сказал, что мест недостаточно, а журналистов очень много. Команда «Аризон ТВ» считает отказ в аккредитации на саммит Европейского сообщества именно нашему телеканалу дискриминационным решением, которое нарушает одно из базовых положений Кодекса об аудиовизуальных медиауслугах, а именно о доступе к важным событиям и ограничивает свободу осуществления профессиональной журналистской деятельности. Более того, мы считаем это решение продолжением политики, которую действующая власть ведет по отношению к оппозиционным и неудобным для нее телеканалам. Напомним, что среди учредителей платформы в защиту прав независимых журналистов «Стоп-медиабан» есть и представители шести телеканалов, которым в конце декабря прошлого года приостановили лицензии на вещание по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям. Глава Совета по аудиовизуалу Лилиана Витцу заявила тогда, что основанием для решения КЧС послужило нарушение Кодекса об аудиовизуальных медиауслугах и то, каким образом подавалась или игнорировалась тема войны в Украине. Власти, в свою очередь, мотивируют свои действия и заявления, связанные с прессой, необходимостью защиты информационной безопасности и борьбы с дезинформацией. Телеканалы считают данное решение комиссии по чрезвычайным ситуациям незаконным и обжаловали его в суде. Однако до сегодняшнего дня не прошло еще ни одного судебного заседания. Одно из них запланировано на 20 июня. Сегодня, в Международный день защиты детей, президент Молдовы Майя Сандо опубликовала посвященное этому празднику поздравительное послание. Глава государства назвала проходящий в Бульбуаке саммит европейского политического сообщества возможность удать детям будущее, не омраченное угрозами. Кто еще к этому часу поздравил подрастающее поколение с праздником, расскажем в нашем сюжете. В поздравительном послании на своей странице в Фейсбуке президент Майя Сандо назвала детей самыми важными гражданами планеты Земля, отметив, что будущее мира находится в их руках. При этом она подчеркнула, что будущее детей, в свою очередь, находится в наших руках. И это будущее начинается сегодня. Сегодня на саммите Европейского политсообщества мы обсуждаем, как мы можем восстановить и сохранять мир и безопасность на нашем континенте, чтобы дать нашим детям будущее, не омраченное угрозами. Мы обязаны обеспечить им счастливое детство, где каждый ребенок может свободно творить и реализовывать свои мечты и потенциал, написала Сандо в Фейсбуке. Поздравили детей с праздником и в партии Шор. Лидер политформирования Илон Шор написал на своей странице в Фейсбуке, что дети – это наше настоящее и будущее. Чем больше мы будем поддерживать их и давать им все необходимое, тем более процветающим будет будущее Молдовы. Он также пригласил всех в Архейленд, чтобы замечательно провести время в кругу близких и друзей и напомнил, что вход в крупнейший, по его словам, парк развлечений в Молдове, как всегда бесплатный, а для посетителей подготовлена яркая праздничная программа. В партии социалистов назвали детей достоянием нации и рассказали, какие законодательные инициативы были разработаны политформированием для подрастающего поколения, но до сих пор не рассмотрены правящим большинством. Мы будем настаивать на принятии нормативной базы, которая обеспечила бы каждому ребенку в нашей стране возможность расти в здоровой и дружелюбной среде, чтобы развивать навыки и способности, которые пригодятся им в жизни. Из-за саммита Европейского полица общества, проводимого в Бульбуаке, 1 июня в столице действуют ограничения, связанные с мерами безопасности. Однако мэрия Кишинева подготовила различные развлекательные мероприятия, которые пройдут в конце недели во всех секторах столицы. Об этом накануне на своей странице в соцсети сообщил генеральный мэр Иоанн Чабан. Всех детей поздравляю с праздником. Так как сегодня в Кишиневе действуют ограничения на проведение мероприятий, увидимся в парке Алунелул, где на три дня он превратится в детский мир, отметил градоначальник. По данным Национального бюро статистики, на 1 января в Молдове численность детей в возрасте до 17 лет составляла 539 400 человек, или 21,5% от общей численности населения. В прошлом году зарегистрировано 27 тысяч новорожденных, что на 8 с лишним процентов меньше, чем в предыдущем году. Коэффициент рождаемости в 22-м немного превысил 10,5 на тысячу жителей, что является самым низким показателем за последние 5 лет. В парке развлечений Архиэлэнд открыт летний сезон. Сегодня, в День защиты детей, Архиэлэнд принимает гостей всех возрастов из всех регионов страны, а также из-за рубежа, подготовив, по словам организаторов, разнообразную развлекательную программу со множеством сюрпризов. Еще за несколько дней до открытия было объявлено о появлении в парке развлечений нового аттракциона искусственной невесомости под названием Zero Gravity, сконструированного по типу тренажеров для космонавтов перед полетом в космос. Впервые в Молдове аттракцион, покоривший всех любителей экстремальных ощущений. Zero Gravity. В Архиэлэнд – самые лучшие развлечения для детей и взрослых. И все это совершенно бесплатно. Полетели! День защиты детей. 30 тысяч квадратных метров был открыт в 2018 году по инициативе примара муниципи Аргея в тот период Илона Шора. Международный день защиты детей отпраздновали в Тераклии. Городские власти при поддержке команды партии Шор и избранного башка на Гагаузе Евгении Гуцул организовали обширную развлекательную программу для детей и взрослых. Во второй половине эстафета празднования перейдет к городу Чедерлунга, где команда партии Шор проведет игровые мероприятия, аттракционы и флешмобы с участием сказочных персонажей. В завершении праздника состоится концерт звезд молдавской и гагаузской эстрады. Как отмечают организаторы, аттракционы и сладкое угощение для всех детей бесплатно. Это все новости, о которых мы успели рассказать вам к этому часу. В студии была Олеся Кайряк. Оставайтесь и далее на нашем телеканале. Удачного вам дня в продолжении и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова